друзья всем привет рад вас приветствовать в предновогодние дни на своем канале сегодня 30 декабря скоро новый год посмотрим чего у нас в тепличке просто надо рассмотреть некоторые вопросы которые мы обсуждали в комментариях вот на днях немного снега счистил с крыши пойдемте пойдемте общаться как говорит о кто-то мне дверь не закрыл а я так кто-то здесь был уже для меня так собственно вот так выглядит все замерзшие лед замерзший ох ты этот прикол какой мне подарок на новый год получается по шлангу вода идет воздух сюда выдавливает вода и вместе с водичкой печалька так ну ладно это я сейчас отдал блю вон там рыбака стоит собственно про то хочу поговорить где ставить вот диска допустим аэрационный до место это на дне в моем случае это можно делать потому что во первых у меня в теплице есть теплее чем на улице он уже не промерзнет до дна вот потому что здесь земля должна сильно промерзнуть чтобы но и не на какой минус должен быть а учитывать что снега вон навалило очень много то соответственно там не так уж и холод под земли вот во вторых компрессор поршневой он греет то есть он теплый его трогаешь рукой он теплый и соответственно он постоянно теплый воздух загоняет в пруд тем самым его подогревая подогревая и помещение здесь да хоть и в незначительных до количествах но все же на постоянной основе круглосуточно он это делает это по поводу не проваливали ледная 1 сантиметров ну не дал сантиметров 10 на после надо но он видно 10 вот по поводу рыбок просто все там с ума сходит по этим карпом кое то что им нельзя переохлаждаться и тому то что у них определенные условия это тоже самое знаете как сравнивать человека с сочи допустим человек с москвы и человека с якутии сибири без райца откуда три разных климатических пояса да просто отличающихся кардинально вот и там люди живут и там и там и там люди живут и ничего есть и в сочи кто ходит в шортах есть и в москве кто зимой ходит в шортах есть и кто и в москве ходит зимой шорта а если кто в сибири ходит в шортах поэтому как бы здесь вопрос в закалке в адаптации организма что у человека что у рыб а у рыб она проходит ну у животных так скажем у животных адаптация происходит намного лучше потому что они уже изначально приспособлены к худшим условиям чем люди люди эволюционировали со временем животные они готовы ко всему и то что там будет температура 0 градусов они плюс 4 моем случае это ничего не будет потому что во первых для особо но уверенных самый в себе да кто там писал мне что типа вы мерзнут им плохо там почитай литературу у меня эти рыбы уже ну наверно третий год живут до этого они жили в открытом пруду где соответственно он промерзал и там сантиметров 20 не знаю оставалось воды а все остальное было полметра льда вот и без аэрации без всего выживали прекрасно и сара без кислорода без всего без лунок вот и холоднее им там было а здесь у них во-первых зима позже началась месяца на два наверно то есть лед стал нежели в обычном бут пруду и лето придет но имею ввиду когда лед ставит тоже месяца на два раньше то есть у меня зима продлится но я думаю что месяца три-четыре максимум то есть вот лед будет стоять остальное время будет вода просто безо льда и соответственно вода будет теплеть и соответственно рыбе надо меньше усилий чтобы продержаться вот этот короткий промежуток времени плюс в теплице всегда теплее намного чем на улице поэтому вообще не вижу проблем в том что компрессор у меня на дне стоит либо он на поверхности ближе где-то был бы есть адаптацию рыбу уже давно пройдено и вообще ничего не будет здоровая рыба это знаете из серии если не закаляю я закаляюсь допустим да под холодным душем моюсь прям под ледяной водой в начале когда я начинал конечно я даже чуть прохладную воду не мог сделать а сейчас под холодной водой моешься даже дыхание не не спирает ничего все нормально то что адаптация происходит также и у животных происходит то же самое просто нужно время нужно постепенно вот и все то же самое с мальком малек который выживет в зиму сразу большой процент то что он ну увеличится намного процентов то что следующую зиму он еще еще крепче станет и меньше умрет ну хотя я думаю что у меня вообще нет не будет подержа я вообще никакого то что кислорода много брюки они отъели очень хорошо и соответственно них нет чего ему помирать вот так что так в планах давно кто видел да я выращиваю растения еще занимаюсь и хочу домой купить булочный большой аквариум и на зиму мальков переносить туда и соответственно там чтобы они росли всю зиму во первых а во вторых чтобы удобренная вода всегда поливала цветочки вот так же такие дела ну что я хотел рассказать про рыбок вот и не надо глупости писать то что там что-то будет что-то не будет если у вас допустим это наверно вы рассказываете свой негативный опыт да ошибка вы выжившего называется то есть у вас хреновый опыт да у меня хренового опыта вообще нет у меня в том пруду где было до хрена рыбы вот помните да сколько у меня здесь была рыба пока мы не съели это все было в том пруду это было где не было аэрации где бы вообще его там на дне газов этих болота просто да и там все выжили выживали здесь в идеальных условиях не вижу не вижу причин чтоб с ними что-то стало конечно весна покажет но попомните мои слова я как бы не теоретик я не особо ну как бы надо придерживаться конечно основных правил которые уже проверенные опытным путем да какими трудами но даже просто умея куры были разводил код вот что написано там в книгах что написано еще где-то там да ну процентов 15-20 всегда расхождение было то есть лично от ситуации зависит также здесь и также у вас поэтому я считаю что так надо вот рыбе от этого ничего не будет и кто-то считает по-другому пожалуйста считать по-другому можете написать мне об этом в комментариях ну на этом я хочу заканчивать тоже надо сейчас разгребать вот эту ледяную кучу подписывайтесь ставьте лайки комментируйте увидимся в новых видео и поздравляю всех с наступающим новым годом желаю счастья добра успехов здоровья и да пребудет с вами красивая рыбка всем пока